Друзья, всем привет! Меня зовут Михаил, а это канал Честный Перекуп. Часто возникает вопрос при покупке или продаже автомобиля, в какой момент расплачиваться с продавцом или с покупателем, когда передавать деньги до подписания договора, после или во время. В этом выпуске вы узнаете все об этом, поэтому смотрите до конца и не переключайтесь. Итак, если вы решили приобрести автомобиль и не знаете, когда вам рассчитаться собственником за него, то самый безопасный способ для вас, это, конечно же, сначала поставить автомобиль на учет на себя в присутствии прежнего собственника, и когда документы все полностью переоформлены на вас, вы спокойно отдаете деньги прежнему хозяину и уезжаете на своей новой машине. Но зачастую прежние собственники не идут на такой риск, и это понятно, потому что после того, как автомобиль будет оформлен на вас, у вас есть договор купли-продажи подписанный им, а денег у него еще нет, то в любой момент вы можете сказать, Вась, ты чего, я тебя первый раз вижу здесь, я тебе деньги уже давно отдал, все, поэтому до свидания. Опаска человека в такой ситуации, она как бы логична и понятна. Здесь стоит что сказать? Что, разумеется, надо смотреть на собственника и первоначально предложить такой вариант развития событий, то есть расчет после постановки на учет. Если собственник на это легко соглашается, пользуйтесь этим и делайте именно по этой схеме. Если собственник отказывается, то по крайней мере предложите ему расчет после прохождения площадки осмотра. Что это означает? Когда вы будете ставить автомобиль на учет, процесс постановки будет выглядеть и состоять из трех частей. Первая часть – это вы подаете документы, получаете заявление. Дальше с этим заявлением второй этап – вы проходите площадку осмотра. И третий этап – со всеми этими документами после площадки осмотра сдаете заново в окно и уже получаете государственные регистрационные знаки и свидетельства о регистрации. Это третий этап. Так вот, вы можете договориться с прежним собственником, что вы расчет с ним сделаете после второго этапа. То есть после того, как автомобиль пройдет площадку осмотра и будет осмотрен сотрудником МРЭО и экспертом-криминалистом на предмет подлинности ВИН-кода. В принципе, это нормальная схема, потому что в таком случае прежний собственник особо ничем не рискует, автомобиль все-таки окончательно на вас не переоформлен, а вы чувствуете себя спокойно в том плане, что автомобиль, по крайней мере, прошел площадку с экспертом-криминалистом. И рассчитаться можно именно после прохождения площадки, сесть с ним в машину, пересчитать деньги и делать свои дела дальше, идти с этими документами уже на, скажем так, финишную прямую. Если предыдущий собственник отказывается и от этой схемы, то здесь, конечно, стоит немножко напрячься или озадачиться и все-таки выяснить, что его смущает в этой ситуации. Может быть, вам удастся договориться, если вы какую-то часть денег ему дадите сначала, например, половину, а вторую половину после регистрации. То есть, ну вот вообще вы встретились у МРЭО, у вас договор о купле-продаже подписаны, все сделано, страховка выписана, вы отдали ему половину денежных средств, а вторую половину отдали после того, как автомобиль будет зарегистрирован уже непосредственно на вас. Это идеальный расклад, когда передать деньги за автомобиль, который вы покупаете. Конечно, может быть ситуация такая, что вы хотите ставить автомобиль на учет в другом городе, или вообще не собираетесь его ставить на учет, или не собираетесь ставить его на учет сегодня, будете делать это послезавтра, купить машину хотите сегодня. В таком случае здесь, что я могу сказать, вам надо подписать договор купли-продажи, оформить ПТС, когда вы уже видите подписанный договор купли-продажи и себя видите вписанным в ПТС, тогда в этот же момент вы отдаете деньги, но прежде автомобиль, конечно же, надо проверить по всем известным базам на предмет ограничений, залогов. Об этом я буду рассказывать в отдельном видео, и если вам, кстати, это интересно, то обязательно напишите об этом в комментариях, я постараюсь раскрыть эту тему более подробно. Так вот, после того, как вы подписали все бумаги, проверили автомобиль, можете, в принципе, смело рассчитываться с прежним собственником, но на всякий случай не забудьте попросить у него расписку, о том, что он принял денежные средства. И пусть в этой расписке прежний собственник напишет о том, что он принял денежные средства в полном объеме, на каком основании он принял эти денежные средства, если это речь идет, что автомобиль продается по доверенности, или если он собственник, то можно указать номер договора купли-продажи, по которому у вас была совершена сделка. В расписке также он должен указать то, что автомобиль не является залоговым каким-то имуществом, не состоит в споре третьих лиц, и что он, в принципе, юридически чист и не имеет никаких ограничений на регистрационные действия. А если что-то из этого всплывает, то денежные средства должны быть возвращены вам в течение, допустим, суток или двух суток, трех суток, как вы там решите и договоритесь. Поэтому расписка о том, что прежний собственник принял денежные средства, в моем понимании, обязательно. Какой можно сделать из этого вывод? Адекватный собственник автомобиля всегда пойдет навстречу покупателю. Так же, как и покупатель должен идти навстречу где-то прежнему собственнику. То есть люди все-таки должны находить какой-то компромисс и искать диалог. Но если прежний собственник отказывается писать расписку, отказывается ехать с вами в ГАИ, отказывается принимать какую-то часть денег после постановки на учет, то в моем понимании это говорит о том, что человек что-то скрывает, недоговаривает, боится. И, в общем, в принципе, я бы от такой покупки, ну, не то чтобы отказался, но, по крайней мере, лишний раз все проверил и перепроверил, и собственника в том числе. В общем, если это видео было полезным и интересным для вас, а я уверен, что когда-нибудь вам это обязательно видео и эти знания пригодятся, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а в комментариях обязательно напишите, о чем вы хотели бы еще узнать и какие темы вам интересны. Всем хорошего дня, пока!